К губернатору Пензенской области сегодня обратились не только жители нашего города, но и района. Венера Абдурахманова проживает в Сюзюме в доме своей свекрови. После смерти мужа осталось двумя детьми, один ребенок-инвалид. Свекровь подписала дарственную на дом своей дочери и права проживать в этом доме семья теперь не имеет. Я хотела бы спросить, есть ли такая программа, чтобы семьи, где растет и воспитывается ребенок-инвалид, обеспечивались жильем? Программ по обеспечению жильем молодых семей без начального капитала у нас в стране нет. Даже если один ребенок-инвалид и семья осталась без кормильца. Жилья бесплатного нет. Жилье есть через программу. Причем в эту программу народ ломится. Если у вас будет желание, пожалуйста, приходите, мы будем решать вопрос по программе молодая семья. Другой нет. О помощи в решении жилищного вопроса обратилась губернатор Пензенской области и кузнечанка Эльвира Муракаева, являясь представителем вдовы участника Великой Отечественной войны Фатимы Агишевой, которая проживает в доме, построенном в 1917 году. На льготную очередь Фатима Агишева поставлена в феврале этого года. И когда поступят федеральные средства, по льготной очереди вдова сможет улучшить свои жилищные условия. Еще с одной жилищной проблемой обратились жильцы дома по улице Комсомольская, 15, который был продан в частную собственность Обществу с ограниченной ответственностью Елена. Затем собственником жилого помещения стало Общество с ограниченной ответственностью Премиум города Саратова. В настоящее время жильцы жилого дома не являются собственниками своих квартир. Платят за коммунальные услуги неизвестно кому. В настоящее время администрация города принуждает владельца жилого дома к заключению договора на управление жилым домом с компанией РЭО, которая возьмет на себя обязательства по поставке коммунальных услуг жителям. Кроме этого, кузнечане подали заявление в суд для признания сделки купли-продажи недействительной. Этим вопросом уже занимается и Следственный комитет. Вопрос в том, что ранний дом находился на балансе средств Пензо-Сельхоз-Строй, передвижная механизированная колонна. Позднее, после реорганизации данного государственного предприятия, общежитие, как объект в составе предприятия, стал переходить вместе с жильцами дома в частную собственность. Василий Бочкарев подчеркнул, что это уже вторая сомнительная сделка по приобретению собственности в Кузнецке. Разобраться в ситуации помогут только судебные инстанции, у которых есть такие полномочия. Вы мне на моем имени пишите письмо на этот счет. Я обращусь к прокурору области и к начальнику следственного управления к Трошу. Пускай они этим займутся, как областные ведомства, раз это проблема не в Кузнецке. Со своими вопросами к губернатору области на личный прием обратилось 9 человек. На все Василий Кузьмич дал исчерпывающие ответы. Некоторые взял на заметку для дальнейшего рассмотрения и предложил местным чиновникам на местах разобраться более детально.